Добрый день, спасибо большое. Спасибо вам большое за приветствие, уважаемая Ирина Борисовна, уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья. Очень рад приветствовать всех вас на международном форуме «Примаковские чтения». Его проведение – это дань памяти и уважения выдающемуся государственному деятелю, дипломату, учёному Евгению Максимовичу Примакову. Прошло полтора года с тех пор, как Евгения Максимовича с нами уже нет. Он был действительно масштабной, многогранной личностью, открытым, доброжелательным, отзывчивым человеком, честным в отношениях с людьми. Без преувеличения это был великий гражданин нашей страны, великий гражданин России. Работать на благо Родины было для него абсолютно естественно и органично. Эффективное отстаивание национальных интересов, патриотизм, беззаветное служение Отечеству вызывали всегда искреннее уважение людей не только в нашей стране, но и за рубежом. Талантливый человек и яркий мыслитель Примаков оставил богатое наследие, причём в самых разных областях – в государственном строительстве, науке, во внешней политике, экономике, журналистике. Общеизвестно, что Евгений Максимович Примаков был уважаемым человеком и в России, и за рубежом, был уважаемым учёным. По его инициативе в Российской Академии Наук было создано новое отделение глобальных проблем и международных отношений. Блестящий арабист, он до тонкостей изучал и изучил Ближний Восток, глубоко понимал происходящие там сложные процессы, а возглавив Институт Востоковедения, превратил его в крупный интеллектуальный центр. Многое сделал Евгений Максимович для укрепления авторитета Института мировой экономики и международных отношений, который сегодня заслуженно носит его имя. Он пришёл туда молодым специалистом, а во второй половине 80-х возглавил его, стал директором. Это ведущее академическое учреждение нашей страны отмечает в этом году своё 60-летие. Реализует важные исследовательские проекты, руководство Института, его научный коллектив по праву считают себя учениками Примакова, достойными наследниками заложенных им традиций. Примаков избегал в науке формализма, заезженных штампов, пустословия. Он всегда стремился мыслить свободно, делать взвешенные обстоятельные выводы и, что особенно ценно, применять свои разносторонние знания на практике, в жизни, в работе. Мы даже говорим об особом методе Примакова. В его основе системный ситуационный анализ, позволяющий всесторонне рассматривать события в политике, в экономике, общественной жизни, прогнозировать разные варианты их развития и предлагать наиболее оптимальную стратегию действий по конкретным направлениям. Такой научный метод он использовал и когда стал председателем правительства России, в разгар поразившего тогда страну тяжелого кризиса в августе 1998 года. Подчеркну, что в конце 90-х, на переломном этапе российской истории, Евгению Максимовичу пришлось взять на себя ответственность за сохранение гражданского мира и согласия. Вспомним, падало производство, росла безработица, накапливались долги по зарплате бюджетникам в экономике, да и сама экономика погрузилась в рецессию. Тогда мало кто верил, что Россия сможет выстоять и выйти на траекторию роста. Но давайте посмотрим на последующую динамику развития нашей страны. Россия обеспечила необходимые высокие темпы экономического роста, освободилась от долгового бремени, накопила значительные резервы, уверенно строит современную социально ориентированную экономику. Заняв пост позднее президента торгово-промышленной палаты и Меркурий-клуба, Примаков продолжал активно заниматься вопросами экономической политики. Много выступал, выдвигал интересные и неординарные идеи и заслужил большое уважение предпринимательского сообщества, так как всегда старался вникнуть в суть реальных проблем бизнеса, разобраться в них. Он умел четко сформулировать позицию ТПП по развитию предпринимательства, бизнеса, донести ее до правительства и аргументированно защитить. Предлагал эффективные модели роста за счет обновления промышленности и привлечения новых инвестиций, так чтобы усилия государства на экономическом треке в конечном счете позитивно влияли на качество жизни и благосостояние наших граждан. Свой опыт, богатые знания, интуицию, талант управленца Евгений Максимович применил на пользу Отечества и в то время, когда возглавлял службу внешней разведки, а затем Министерство иностранных дел России. Он сумел в трудное для этих ведомств время повысить авторитет этих организаций, укрепить кадровый состав, сохранить и развить их лучшие традиции. Будучи министром иностранных дел, Примаков много времени уделял разработке концепции современной внешней политики России, политики, основанные на четком понимании реальной роли нашей страны в международных делах, на основании ответственности за стабильность и безопасность во всем мире. Примаков всегда стремился действовать как реалист и прагматик. Исходило из того, что дипломатия – это искусство возможного. И всегда нужно добиваться компромисса, уважительного отношения к позиции партнёра. С какими бы непримиримыми подходами ни садились люди за стол переговоров, они могут и должны найти взаимовыгодный, устраивающий все стороны вариант. Решение самых сложных конфликтов исключительно мирным путём, недопустимость внешнего вмешательства в обход Устава Организации Объединённых Наций в дела суверенных государств – это тоже принципы международного сотрудничества, которые отстаивал Евгений Максимович. Вспомним, что он одним из первых выделил предложение по урегулированию ядерной проблемы Ирана. И мы с вами знаем, во всяком случае те, кто вовлечены были в решение этой проблемы, мы знаем роль каждой страны, дипломатических служб, специальных служб в этом сложном процессе. Нам известна эта роль, и мы здесь ничего не преувеличиваем. Но одним из первых, кто выделил идею мирного урегулирования вопроса, был Примаков. Среди заслуг Примакова назову и то, что ему принадлежит авторство концепции многополярности. После распада СССР и конца Холодной войны начало было формироваться совсем другое, однополярное мироустройство. Однако Евгений Максимович обладал поистине стратегическим видением, позволившим ему заглянуть в будущее и увидеть, насколько неженеспособна и однобока такая однополярная модель. Ему же принадлежит и идея выстраивания тесного взаимодействия в рамках стратегического треугольника «Россия-Китай-Индия». Поначалу такое предложение было воспринято как нечто утопическое. Некоторые у нас в стране говорили о том, что это даже вредная идея. Однако сегодня мы видим, как быстро набирает вес и влияние в мире объединение БРИКС, начатое в трёхстороннем формате. Глубокие знания Примаковым Ближнего Востока, его опыт и интуиция признавались всеми. Могу сказать, что я и сам всегда прислушался к оценкам и к мнению Евгения Максимовича. Как мудрому дипломату доверял, не могу сказать, что поручал, но просил его исполнить ответственные и деликатные миссии. Подчеркну, в арабском мире он пользовался непререкаемым, неоспоримым авторитетом. За годы ещё, за годы до так называемой «арабской весны» Евгений Максимович предупреждал, какой катастрофой может обернуться обрушение светских режимов в ближневосточных странах. Слова Примакова сбылись. Здесь можно сказать, к сожалению, сбылись. К сожалению, Ближний Восток оказался ввергнут в череду кровавых конфликтов, превратился в очаг терроризма и религиозного экстремизма. Сегодня понятно, что необходимым условием нормализации ситуации на Ближнем Востоке является эффективное взаимодействие всех заинтересованных и имеющих влияние международных игроков. В этой логике выдвинутая нами инициатива формирования широкого фронта борьбы с терроризмом должна быть реализована. К сожалению, пока такой фронт не создан, но альтернативы ему нет. Отмечу, что Евгений Максимович всегда отстаивал необходимость тесных связей с партнерами послодружества независимого государства. Продвижение интеграции уже в новых условиях и на новой основе считал чрезвычайно важным. Такой подход является стержнем нашей интеграционной политики в Евразии. Эта работа ведется в рамках Евразийского экономического союза, деятельность которого основана на принципах открытой и свободной торговли Всемирной торговой организации. Рассчитываем, что переговоры с нашими партнерами, в том числе о сопряжении, реализуемом Китаем проектом экономического пояса Шелкового пути, позволят нам создать большое евразийское партнерство. Примаков был всегда уверен в том, что России нужны нормальные, конструктивные, хорошие отношения с западными странами. На вопрос, а разве можно со всеми дружить в нашем мире, отвечал, напомню, нельзя, но работать можно и нужно. Мир очень сложный. К слову, благодаря российской переговорной команде под руководством Примакова в мае 1997 года был подписан основополагающий акт России-НАТО, который стал предтичей Совета России-НАТО. Примаков также считал, что без серьезного партнерства России и Соединенных Штатов справиться с современными масштабными вызовами будет очень сложно. В последние годы, к сожалению, мы с вами это знаем, российско-американские связи существенно деградировали. Но это не наша вина. Сейчас, после того, как отшумела избирательная кампания в Соединенных Штатах, и в Белый дом скоро придет новый президент, хотелось бы верить, что появится шанс наладить отношения, которые важны не только для народов обеих стран, но и для обеспечения международной стабильности и безопасности. В ходе недавнего телефонного разговора с господином Дональдом Трампом мы сошлись во мнении, что нынешнее неудовлетворительное состояние российско-американских отношений, безусловно, нужно выправлять. Как я уже говорил, наша страна готова пройти свою часть пути. В заключение хотел бы отметить один важный момент. Евгений Максимович всегда окружал себя талантливыми людьми, настоящими профессионалами. Был им наставником, старшим товарищем, старался дать дорогу перспективным людям, перспективным сотрудникам и радовался их успехам. Где бы ни работал Примаков, он формировал мощную команду, которая была способна продолжить его дело. И потому его наследие – это не только труды и идеи, которые сохраняют свою актуальность и сегодня. Это прежде всего люди, это воспитанники, ученики, последователи в самом широком смысле этого слова. Те, кому посчастливилось работать, дружить с ним, учиться у него, собственно говоря, многие из них присутствуют и в этом зале. Хотел бы поблагодарить вас за внимание, пожелать вам всем больших успехов на благо нашей Родины, на благо выстраивания добрососедских, добрых отношений со всеми нашими партнёрами. И позвольте пожелать вам личных успехов. Спасибо вам большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ